Белые снежинки 84 серию вы сейчас будете смотреть Моего увлекательнейшего Понимаете ли сериала Под названием Азы вживания 2.0 На календаре у нас нынче 13 июня 2023 года Вчера отметили День России А сегодня я прочитал Что наши бойцы С чем я их сердечно и поздравляю Заполучили в свои отважные руки Захваченные немецко-фашистские танки Леопард И нацистско-американские боевые машины Бредли Ну что же Говорят даже двигателя на них работали Убежали граждане фашисты Страшно им стало Я понимаю На войне бывает страшно За это как говорится Не смею их осуждать Зато за это поздравляю с этим Наших бойцов Что они так отважно сражаются И наводят такой ужас На немецко-фашистских захватчиков Что те даже убегают Из обхваленных Понимаешь ли Бредлей И леопардов Ну что же С чем я и вас и нас Категорически поздравляю Да, война конечно Дело не шуточное К сожалению Бойцы наши там жертвуют Своими жизнями и здоровьем Без этого не получается И не получалось никогда Вести серьезные боевые действия Но тем не менее Я нашим бойцам желаю удачи Успеха И победы Враг будет разбит Победа будет за нами А наш дел Товарищи Кто тут на гражданке Не бздеть Вот это самое первое наше дело Не бздеть Не читать всякую ересь И не участвовать в ее обсуждении Понятно Верить нашей армии Нашим командирам И не сомневаться А если кому-то Что-то не нравится И кто-то считает Что она как-то не так Понимаешь ли действует Слушай Иди У нас пунктов Приема добровольства В стране Она открывалась Огромное количество Иди и покажи Как надо Вот если ты думаешь Что что-то там Не так делают Не так тебя защищают Не так защищают Платины Каховских ГЭС Разрушенных фашистами И проще Не так защищают Границу Значит с Белгородской областью Вот кажется Что не так Вперед Покажи как надо Прими участие Вот Либо Сиди не бзди А если есть желание Помоги словом или делом Как говорится Там Всем работа найдется Так Персональные приветы Погнали Значит Тиран у нас С позывной Мы вчера узнали У него Отличный позывной Казанова Ему привет Потом Тиран Семьдесят девятому Потом Тридцатая Инженерно-саперная бригада Я от Виталия Привет Василию С позывным Гроза Привет Артиллеристу Сливе От гражданина Начальника Лёхи Из СКР Привет Соответственно Привет Лёхи Его товарищам Из СКР Серёге Горяевой Привет От Харда Лёхи С позывной Март Из пятьдесят первого Отдельного разведа Батов Привет От Шуры Мура И меня Тоже Привет Артиллеристу С позывным Турист Привет Пулемётчику С позывным Пикет Добровольческий батальон Нева Там Привет От меня От Кайфлекса Байцам С позывным Фугас Это расчёт командира Урагана На восточной группировке В войск Он у нас сражает С ними С фашистскими Паразитами Привет От Андрея Хотел сказать С позывным Но у нас не позывные Мы тут на гражданке Чивас На ютубе Он у нас значится Как Чивас Зовут его Андрей Сахалина Половиной Привет И от меня С Воронежской земли Тоже Так Привет Нашим гражданским Зрителям Донни Розинежной Фиалки Дяди Жори Из Одессы Лёх Лёхачу Гражданину Начальнику Сектора И Кеше Также привет Александре Которая меня смотрит Она как Через ВК Александра Ты тоже через ВК Смотришь А ну да ВК же я Кидаю А через Ну да В общем Александре Из ВК С фамилией На букву М Привет Ну и всем Прочим Кто По каким-либо Причинам Не пишет Комментариев Или не имеет Возможности Всякое бывает Так Вступительная часть ЗА Кончено Далее Мы зовем Ватсона Пацан Так Ватсон К нам Бежит И мы Сейчас будем Загружать Так Вот Нет 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 Вот Азы Выживание 2.0 Правильно Правильно Тут 377 дней Как с куста Прожит Ватсон Заводи Драндулет Поехали 84 серия Поэтому Значимок Нынче Опять Не имеется Ну уж Извините Так У меня тут Написано Сходить Что ли На рыбалку Посетить Что ли Бункер Ну в бункере Я же уже По моему Был Да Ля Ля Какое Красивое Так, на рыбалку Ну и типа собираться на аэродром Я не знаю, зачем я на аэродром собираться А, типа квест Слушай, а есть вообще места, в которых я не был? Да, есть, и в черном камне не был Я не был в черном камне? Не может такого быть Загадка, 54 А, 51 22, 10 Так, а черный камень черный Ноль в черном камне И на перевале странствий Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Черный камень Что ж ты вьешь? А, слушай, можно собрать дров И сделать самый большой костер, но там говорят Больше 400, сколько вы писали? 420 или 440 часов у меня самый длинный костер Слушай, ну я конечно Такое организовать не смогу Ну почему не сможешь? Сможешь Пережитых метелей, кишечные паразиты Пережитых паразитов, падений Три падения, пять бессонниц Четыре сломанных ребра, метели Клаустрофобия, потеря крови, переохлаждение Инфекция, дизентерии, а кишечный паразит Тут значится? По-моему, значит Да, а, ноль не было, да? Нет, я в ПМСе болел А тут даже паразитом кишечным не болел Ну когда скучно, совсем станет, заболеем Так, найдено консервных ножей Открытый банок, 64 Изломано, разломано предметов Одно тысяча тридцать тридцать восемь Тышь тридцать тридцать восемь Шкурок, рыбы, все дела А где самый долгий костер? 114 Мало Так, ну что Тогда, когда Этих клавиш коснется рука, нога и прочая часть тела Ну пошли за дровами Пошли собирать Слушай, ну это сколько дров на четыре часов надо набрать? Я не знаю Там, по-моему, дров надо набрать Ах ух Удивительно, сколько много А у меня вообще нож живет То есть это этот Ножопка здесь есть? Ножопка? Ножопка бывает кусач И что? Ножопки тут нету А, тут-то нету ножопки. Ну, как нет ножопки? Ножопки по металлу нету? И биться сердце перестало. Как это я без ножопки по металлу живу? Я что-то не понял. А вот так нет тут ножопки. Нормально. Долажа какая-то. А где же она тогда? Хм, а куда ножопку подевали? А она схватила его за руку и неоднократно спросила, куда он девал ножопку. Мне казалось, что я куда-то сюда ее клал. Нет. Что, я не принес сюда ножопку? Эх, револьверки дурацкие. Что толку от револьвера, если нет ножопки? Действительно. Так. Что значится в наших записках? Давай почитаем. Первая записка. Так. Ферма Райский Луга. Домики Чаганагабочих. Вагона Гагжи... Гагашины. Гагагадига. Дело Габалова. Габалова. Фигмегский дом. Норг Дрэгдис Пантер. Вагончики УГС. Синий инструмент для починки ножопки оставил. Слышь? Синий инструмент для починки. Надо для починки. А ножопка-то где? Один шинел. Котелков. Синий инструмент. Очень-очень много всяких чаев. Много спичек. Ламп каросина. 4-4 кленов. Канистра почти пустая. Так. Нету тут ножовки. Слушай. У меня здесь нет ножовки. Охренеть. А как же я тогда буду металлолом добывать? Под ГЭС-картер-то ножовку надо принести. А где у меня ближайшая ножовка? Ага. Давай смотреть. Так. Чернорабочих домик. Бледная бухта. Не ближайшая ножовка. Вагон. Разрушенный. Бледная бухта. Нет. Вершина. Нет. Прихоть бригадира. Нет. Логово рыболова. Нет. Фермерский дом. Там есть ножовка, да? Да. 75%. Так. Норкдрехдиспансер. Один шприц. Кожугак. Голика. Так. И тут. Слушай. Я наверное ножовку отсюда унес в аэродром. Администрация турбазы. Аэродром. Шуба. Тонкий свитер. Лук. Гвоздодер. Синий инструмент. Много шкур. Канистры. А где про ножовку? Не понял. А вон ножовку написано. Так. РЖД. Ремплощадка. Здесь есть ножовка? Много шкур. Дофига кишок. Куртка дровосектанта. Так. Ну ладно. Очень много чёв. Ну ладно. Просто много. Огниво. Спичек для Шарапова от Фокса. Ну бульвар. А новый ножичек. Я понял. Понял. Гвоздодер. Канистры. Почти. Канистры до с половиной литра есть ничего. Три клена. Нет ножовки. Слушай. У меня что с ножовками такая проблема охрененная. А где ножовки все? Китобойная протстанция. Почему протстанция? Ножовка вон на китобойной протстанции. Вот чё она там делает на китобойной протстанции? Кому она там нахрен нужна? А как? Там наковальня. То есть это там ковать. Так. По прибрежкам. Три кожуры. Гвоздодер. Много обезболивающих чаёв. Так. Нет предохранителя. Один провод. Так. Тоже ножовки нету, да? Хм. Ферма пенсионера. Тяжелый молот. Пять кожур. Три кишки. Два лома. Три березы. Три клены. Тоже нет ножовки. Слушай. Да у меня с ножовками какие-то проблемы. Нордрых диспансер. Есть здесь ножовка? Шерсть. Кроссы. Негусарские наконечники. Две кружки. Шприц. Помощь. Гвоздодер. Много воды. Кожура. Слушай. Тоже нет ножовки? Хм. В фермерском доме есть ножовка. В логове рыболова. Березы. Синий инструмент. Рыба-барак. Штурмовики, кролики, шок, дров, мясо, один клен. Слушай. У меня с ножовками в этом выживании плохо. Прихоть. Бригадиры. Так. Шесть. А. Ножовка. Вот она. На прихоти. Она там не нужна. Там точно не нужна. Так. А инструменты здесь есть? А. Бригадиры. Ножовка, металлолома, пустобанок, увеличилка. Так. Березы. Молот. Нет инструмента. Да. И тяжелый молот тут лежит. Он тоже никому не нужен. Вот отсюда надо забрать тяжелый молот и ножовку. Ага. Инструмента тут, а нету. Вершина. Лампа на керосиновом ходу. Книга про оружейные дельцы. Так. Ножовка. Вот смотри. В Бледной Бухте есть. Но там нужна ножовка. Самоплясы. Куртки на заводе. Мастерской. Хлопушки. Клены березы. Консервированных трофейных шпаготов. Ох. Юморист. Еще в домике габочих есть кожуга, медведи, синифакл, шпагайцы. Айнен медициню с помощью. Ха-ха-ха. Так, ножовка отсюда нельзя выносить. Так, короче, ножовка у меня получается никому не нужная. Ферма райские луга. Оставил ножовку много банок березы клены по мелочам. А, на райских лугах еще ножовка есть. Так. То есть мне ближе метнуться на райские луга. А там тоже ножовка не нужна. Ну да. Ну ножовка должна быть там, либо где этот как его находится. Кузнечный горн рядом. Ну при условии, что там металлолом есть. Допустим, ножовку чего нести в одинокую топ, если там металлолом? Негде пилить. Ножовка должна быть здесь. Так, значит мне сюда надо принести. Айнен Медицинеус Ножовкиус. Охо-хо-юшки хо-хо. Ладно. Ну пока у нас операция-кооперация. Ножичек для Фокса на бульваре. Ха. Ты смотри. Там даже ножичек для... От Фокса для Шарапова на бульваре имеется. Это кролик топает. Да походу он. Нет, не кролик. А что за звуки такие? Что за звук? Откуда звук? Так, в общем мы пришли к печальному выводу. У меня ножовка черти где. И я на аэродром пока не пойду. Я схожу за ножовкой. Куда? На ферму Райские Луга. Быстренько. Быстренько сымем гипс. Надо оттуда ножовку принести сюда. Ей там делать нечего на ферме Райские Луга. Так, а что у нас пожрать, Шурик? Есть. Есть у нас что-нибудь пожигать? Не знаю пока. Так. Нет увеличительного стекла. Возможность зажечь. Нету. Нулевой эффект. Нулевой эффект. Нулина. Эффект нулина. Так называемый эффект нулины. Ууу, я замерз. Да это все фигня, что ты замерз. Меня вот больше беспокоит, что ты кушаться будешь. Кушаться? Кушаться. Хреняк с подсадочку. Ага. Ток матрут. Ток матрут. Слушай, что-то я то ли глухой, то ли не знаю. Какие-то звуки тихие мне опять кажутся, да? Да вот что-то я не знаю. Опять испорченные сырая и разрушенная оленина. Да что ты будешь делать, а? А есть-то нечего. В селе. Мы сидим на веселе. Так, ну слушай. Ну пошли даль до барака сгоняем. Может там еще пожрать. Так холодно, аж мозги замерзли. А тут еще и усталость какая там. Ну это не какой-нибудь там ПМС тут здоровье восстанавливается. Так, слушай. Ну по-моему ты же уже был в этом бункере. Да вот все смесалось. Смесалось все. Ладно, сейчас сходим. В бункер. Сходим в бункер. Есть что пожрать? Бабуля, закурить не найдется? Помню, было весело. Было что пожрать. А потом я виски стал пивом запивать. Есть что пожрать. Хорошо. Готс, тоц, готс, тоц. Ой-ой-ой, сколько воды. И оперный театральный ангажемент. Да. А даже есть вот какая-то еще прогорькая ленина приготовленная. Так, нажрался я прогорькая ленина. И сельдевидный хрена... Хреновен. Так, тут канистры есть. Все, канистры не таскать. Я вас понял. Так, забито, но почти. Передать, сколько влезет. А, все? Не лезет, говорит, ничего. А, не лезет, говорит, ничего. Хух, ты смотри. Значит, отсюда. Тоже все не лезет? Ну, давай, сколько лезет? Так, 11 лезет. Ага, так, в нижний что там лезет? Ну, ящики забил все, но... Ты же понимаешь, этого мало. Только, 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 только. Энтого мало. А здесь дрыны есть? Ага, есть, но ее потом разрубим. Вот тут дрыны есть. Мы их сейчас схватим и убежим. Даже не будем возвращаться. А тут что-то в пол одна. Тут что-то. И нас 14. Слушай, а у меня здесь носки альпинистские. Альпинистские. Ну, про только одни. Ну, только одни. Зато двое армейских штанов. Красноармейских. Да, красноармейских. Так, у нас выяснился острый дефицит ножовок. То есть я отсюда упер ножовку, да? Я ее, очевидно, упер. Погоди, а там в аэродроме раз написано, что есть ножовка? Там, по-моему, написано, что ножовки в аэродроме нету. По-моему, там ничего про ножовку не значится. Ладно, на. Как ты думаешь, сколько надо еловых дрыв, чтобы был самый длинный костер? Ну, дрыв, мне кажется, надо очень много. Ладно, мы сейчас вон туда наверх сходим. Там есть еловые дрывы. Сейчас я посплю. И мы пойдем. Так у меня еды маловато. Как-то получилось, что вся еда кончилась. А здесь ничего не валяется. Типа, поесть. Здесь только типа попить валяется. Типа, попить этого нам не кантит. А у него что? А, я ему почитать дал. Это правильно. О, как. Ага, понятно. Гаси. Так, что ты говоришь там на аэродроме ножовка? Так. Норк, дрых, диспансер, ферма, спенсера. А, аэродром. Шуба медвежья, одна штука. Тонкий свитер. По две штуки кожуга и оленья и медведя. Одна штука лосяка. Гасный инстагумент. Лук, бэу, спички, гвоздодек. А, есть ножовка. Синий инстагумент. Тяжелый молот. Два клёна, пять бегёз, много шкурок, воликов, кишок, канист, гонова, тигмобельё. Немного мяса медведя, жагенога и воды. Я безглавлющий 12. Таблеток уже газ глушенный. Понимаем. Кто-то уже газ глушил. Какой-то погазит газ глушил. Так, хорошо. Тогда 10 часов сна. Исцеляющего. И вообще, может быть, мы не пойдём на аэродром, а в чёрный камень. А то я когда приду, там всё разрушено будет. В чёрном камне ты за год ни разу не был. Так тебя что-то туда и не принесло. Как-то окази не выпало. Да вот этот аэродром дурацкий. Туда идти пол-этого, пол-жизни и пол-жизни назад. А на чёрном камне зато у нас... Ага, на чёрном камне. На камне подсудимых. Туда банки надо нести. Чтоб там хлопушек сделать 500 тысяч тонн. Где была его дочка? Ай, какой-то жаган на чёрном камне. Так, значит, еду, ты говоришь, всё съел. Ой, я жёлуди не проверял. Не появились ли новые. Я, по-моему, здесь жёлуди собирал. Пошли чекнем жёлудя. Жёлудёвые эффекты. Ну, пойдём. Какова температура? Минус 16. Нормальная температура. Слушай, а я к самолёту... О, тут самолёт есть. Пошли к самолёту сходим. Или я был уже у самолёта? Я хрен помню. Ты хрен помнишь? Да. Так, что тут написано? Где ты был? Усадьба от Радной Долины. Холм радиовышки. Блок радиоуправления. Гэскартер. Прицеп. Река. Администрация турбазы. Ага, вроде не был. У самолёта. Музыка играет. А я одна стою на берегу. Вошли, сходим. Так, повторное обследование жалудей. Слушай, жалуди ты тут не собирал. Смотри. А вот вы помните, ребят, я уже собирал тут жалуди или нет? Да, скорее всего, нет. Или я их повторно собираю? Вот вы мне напомните, пожалуйста. Что тут насчёт жалудей, а? Был я тут уже? Собирал я тут жалуди или нет? А это я сейчас тебе скажу. Если вот этот дядя обысканный, то, скорее всего, собирал. Ну, дядя обысканный. Ну, это не доказывает сбора жалудей. Ну, обратно, согласен. Это ничего не доказывает, да. Я, может быть, к дяде раньше подходил, тогда жалудей ещё не было. Ну, да, возможно. Возможно. А это надо серию поглядеть. Там что-то про жалуди у меня, по-моему, было. В какой серии было что-то про жалудя? Что-то было про жалудя. Где-то я их собирал. Но это, может, не здесь ты их собирал. Ну, да, да, да. Может, не здесь. А, может, и не здесь, а. Да, 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 да. А, может, и не там, а. Но тоже хорошо. Причём, смотри, как интересно. Три места под каждым бодубом. Обычно не одно или два. А тут по три у каждого. А, нет, вон одно. Одно фальшивенькое всё-таки. Да. Одно фальшивенькое. Вот оно. Да не, не собирал, скорее всего. Вроде жалуди заново не появляются. Молва народная голосит. Это не бесконечный, понимаешь ли, продмэт. Ветер в морду какой-то дурацкий дует. Температура минус 25 градусов. Вагоны, сошедшие с ума. О! Волчик. Волчик, 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 постой. Тэгдэм, 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 тэгд ушел так а вот тут олень лежит еще до лежит еще колен лежит вот тут где-то можно к самолету блин ну вот несколько вещей в этой игре не люблю вот это вот эффект ветра в рожу когда персонаж перестает ходить вдруг в принципе а еле ползет блокад с какой скоростью двигаются короче здесь есть так сказать размазанный самолет размазанный по скале самолет вот к нему заход или не здесь так погоди нет по-моему не здесь значит еще дальше или я уже прошел или я уже прошел к нему заход или здесь вокруг надо обходить блин не помню нет отчет ты куда тут пендюрил не туда по моему нет это не здесь так проморгал я заходе к самолету одержим есть он там раньше что ли он был он где-то тут с бачку такой интересный заходик незаметненький вот тут что ли так наверное вот он да я мим прошел а тут что проход есть да нет это тупик да блин да где тут заход то нормально дядя саша тупит смотреть без и иначе смс регистрации да вообще тупит пиздец как тупит еще волк параллельно тупит так слушай волк а где тут заход а чем мы с тобой вместе тупим ты тупишь я туплю между прочим замерзаю так заход 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 но там же где-то такой зав завход есть я же находил я же проверял я пробовал как зайти туда теперь все а теперь я потерялась сюда самолет вон торчит полина я помню что заход я нашел другой стороны с какой другой стороны ну с другой стороны какой-то какой-то он другой стороны нашел так я понял сегодня у нас день день тупи жан сначала ты пол полчаса выяснял что у тебя нет рай этой ножовки теперь ты будешь полчаса искать какой-то вход к самолету и в итоге ты его не найдешь так с ним нельзя подняться так мы здесь точно нельзя идти давай смотри где можно идти так тут нельзя этим тут можно идти ну вообще нет как бы ну как бы да вот вот нахрен пойдешь так в итоге вернулись на то место где было какой-то риск перехлаждения так вернулись на исходную спрятят этот лук вот стрелять собрался так все-таки надо обходить вот так вокруг обходить вокруг ты видишь он вообще туда хрен лезет и куда мы тут с тобой будем заходить понять не имею к вам и будем заходить пока никуда пока мы ноги ломать будем так вот куда попал не знаю продкуда пока я как-то не так сюда двигаюсь вон вон по тому руслу надо идти до вон потому а к нему где проход к этому руслу мы сейчас если ты дойдешь туда до самолета да вот здесь снизу надо было шурик так чё здесь все таки вот тут можно пройти а погоди все таки вот сюда надо было подниматься хочу сюда можно подняться да ну нахрен здесь нельзя подняться тут я потерялся вообще как сюда идти честное слово часто ты чё и падешь и разобьешься на насмерть да вот вывих уже так слушай вот подъем вот сюда надо идти а я сюда чё поднимусь да хрен там плавал чё за ерунда как сюда вообще залезть да вот отсюда надо было идти вот так и обходить вокруг твою дивизию масса ракш петрович ты я тут один раз в режиме полета пролетел и нашел этот грёбаный дурацкий самолет ты понимаешь да заходить над со стандартного захода а потом вот в эту дырку а я я тут хожу все ноги обел ну зато теперь запомнил и вы запомните правда не знаю зачем я сюда шел тут вот немножко разбитый самолет вот хвост его так сказать вот вот его хвост а вон его грива не все на этом ну и какие тут аж и аж мёточки какие-то вот лишь печальная история разбитом самолете на для миссис хатсон его запечатлеть миссис хатсон самолет легко меня уносит уже надо принять чего не такого то у меня совсем это больно и зрение плохое о то картинки получаются немножко размазаны миссис хатсон не оценит не оценит немножко сейчас мы тут фото сделаем ну пойдет можно еще вот так можно еще вот так сделать хорошо они чё там что риск перехлаждения высокий да ладно я сам мельсанер какой-то 30 при охлаждении кстати 54 процента так дядь понятно дядь ты не знаешь на хрена я сюда лез ты я не знаю на хрена я сюда лез ай-яй-яй-яй-яй самолет ни хрена нету он перчатки лежат летческие за летческими перчатками за залетческими но они даже не летческие между как покинуть как покинуть я перчатки хотел поднять а вы мне покинуть заставили какая температура минус 7 так а на спальнике сколько будет тоже холодно пошли отсюда нахрен где там риск переохлаждения куда же мне бич то не знаю с бегай наверх там уж каких дров нарубишь все равно там жить не будешь так в общем мы примерно поняли где этот злосчастный самолет валяется теперь чуть ли не на каждой локации такой имеется драндулет более или менее разрушенный ну кое-где вертолеты там в топе допустим вертолет валяется так а у меня аккумулятора не было да в этом как его зовут на радиовышке вроде насколько я помню в родной долине в разуратный дом лесника но я вижу что я в доме ты уже был давай согреемся что-то как-то уж больно я с самолетом опростоволосился вот плюс 21 другое дело так ловчонка только топор портить да вот же тогда такое предложение родной мы здесь поспим отогреемся а то риск то переохлаждение высоконькой ты мой возьми меня с собой вот ну и куда-нибудь мы с тобой сходим не знаю куда мы сходим в кафе в ресторан в цирк цирк у нас уже был так что назывался самолета самолета цирк или цирка самолет хроники пикирующего понимаешь ли барбом барбом бомбировщика увеличил к так нам пожалуйста раз жет так а у меня значит волк не попался да я может попадется так нужно срочно волка и еще бы было неплохо вспомнить что насчет жалудей собирал я их тут лет но я думаю что собирал что-то мне подсказывает что ты их тут уже собирал хотя то есть нет нет не собирал не не най 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 собирал не собирал я не собирала я он сам пришел что не собирал я желудя и они заново и что не появилась а не могли они заново появится так как день такой у нас дуб стоит красивый а если дуб как дерево родишься бабам и будешь бабам ты шулет пока помрешь деть такой дуб я вот только что его увидел стоит вон смотри а вон он не стоит я понял на этой стороне а там кросс волка рядом с дубом тоже пошел к дубу и вон еще один дуб хочу это там такое черное волка что там такое черное вот очень неудобно мне на тебя будет охотиться спускайся вниз чё ты как я там стрелять буду как я на горе жарить буду потом в своем уме что ли ну давай быстрее что ты еле идешь то я не пойму что это как на прогулку я не знаю охренел что ли я весь простыл и замерз давно и меня утешало лишь одно что волчай что волчушку я застрелю щас что волчушку я застрелю щас что волчушку я щас покушаю покушать камон вот и камон тихо в тихом волка омуте волка черти водится пилите шуру какой он у нас знатный какой знатный волчок на почти 6 килограмм очок угостите дому спичкой гражданин начальничек как говорила манька облегаться я смотри тут у нас дубы прячутся да ну вот это у этого дуба я точно не был это точно я увижу первый раз я первый раз вижу эту облезлую фигуру текс ох ты шперев ту же сколько батюшки святый сколько перев товарищ волк а нет у меня таблетка на эту задержимся тут немножко по части еды так мясо худой мясо тудой так волк еще килограмм и пожалуйста руками давайте пожалуйста руками костер на удивление не собирается гаснуть вообще хотел дров насобирать типа сделать большой костер долгая рыбалка но чё-то пока не попахивает ни тем ни другим так зато вот миска миском 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 так торч волк чё с вас кишки брать или ничего с него не брать но вообще конечно мне особо ничего с него не надо а чё мне с него что-то брать а не надо мне с него ничего брать хотя муж кишки не на кишки можно но чтоб другие волки приходили ко мне да но да чтобы они меня не забывали тогда делаем так кладем сюда палочку а сволочка берем кишки так вот ручками а ручками так волки к тебе и так придут они учуют запах этого мяса прям сразу кишки вентяне оставят им не боись как-то прям пламя смотри как это близко у меня к экрану в этот раз а чё это он прям так не на весь экран пламя а волк чё за дела почему пламя на весь экран ух ты ёперные театр и биться сердце перестало вот это видимость я тебе скажу я ж тут какие-то дубы видел хотел их собрать дубы собрать а вон дуб вижу вообще хоть куда-нибудь дойти какие нахрен дубы понять бы где находишься сейчас волчки придут расскажут где ты находишься вот уже первый объяснитель ну давай иди сюда и дети товарищ волк сюда расскажите мне где шляюсь я вообще есть я не пойму да тут вот тоже в трех местах желудя где я есть куда я пришел а к замерзшему ручью пришел так там медведь будет не я не хочу медведев все тогда пошли я понял куда идти моя понять моя понять где я ходить замороженный ручей знаем такое там на ручье можно было бы собрать угля там еще пиндюлей можно собрать на ручье от медведя туда дальше если пройти вместо угля что не пойду я туда ты ж туман ты медведь только по звуку услышь его не увидишь ну если увидишь что он будет слишком близко даже можно не успеть сигнальный пистолет достать на товарищ волк вот так же как волк 5 него то есть как сейчас волка тебя убегает и вот так уже от медведя не убежишь ты не можешь так быстро бегать вот то он стрякача дал только в путь возвращается понимаешь ли он походу кролика жрет ага ты видал какая погоня была усталость забыта колышится чат и волки опять гоняют крольчат что-то крольчонка бедного гоняешь я думал ты ко мне бежишь так быстро так а вот где тут у нас теперь проход спросить у полегче так мари дуб какой-то опять опять какой-то дуб так ничего нету чё то есть ничего нету прикинь странно но вы здесь также как будто желуди должны быть а желудей нету погуля погуля так железка должна быть правильно да правильно так тут я уже все пособирал да только что пособирал только шо пособирал а аня температура какая до минус шесть но в принципе уже темно и скорее всего тебе не получится пособирать некий дрова ладно пошли да да и усталость там глянь какая корачится кролика то еще себе отжал ну а чё я виноват волк взял его загрыз сам нечего волк что ли его отдать нет конечно себе заберу волк обойдется волка мы в книжечку записали убиенным я поглядим сколько там убиенных значится в книжечке моей ну сколько сколько да много там должно значится убиенных то текс слушать то еды то и не так уж то и много нас ветки какие-нибудь есть пока никаких он одна не мне еловых дрынт штук бы 10 штук бы 10 штук бы 10 а штук бы 20 не хочешь хочу штук бы 20 тоже так тут вот крольчатина разрушенная сыгаем сейчас к ней еще погибли соединиться немного газ глушенный сыгой текс кролик его разумеется только руками глянь волк от него на один укус уже успел пол пол кролика откусить что говоришь спать тебе что ли ща будьте спать но сначала я тебя заставлю перетереть все желуди очищены о это на 3 часа 33 минуты тип надолго смотри сейчас багуля останется звук перетираемых желудей наверное да не прошло а то бывает остается но сейчас ты еще раз имеешь такую возможность нет не осталось а бывает звук остается а я чё такой свежей кишки а где я взял а у волка волка точно от волка от от соединил от соединил от волка а значит ну спим там восстанавливаем все там показатели там понимаешь ли мы по мы восстанавливаем показатели мы провожаем папу чтобы он восстанавливал показатели да сергей валерьевич папа восстанавливаю Показатели Я не могу показать Я уже все Отславил Так, это излишки Тимофеевки Тимофеевки тут у меня тонны Тонны Тимофеевки Так, и тут у меня Значит, вот они Показатели Тимофеевки Между прочим, два с половиной килограмма Надо будет приготовить Приготовим потом половину Давайте мы их попросту Приготовим пополам Половину я возьму Слушай, я видел тут олень пасси Когда я шел в прошлый раз Будем его Чик-чикать Чик-чикать? Не, мы сейчас к зоне ловушек пойдем У нас 25 градусов А я сейчас звук слышал Как будто волк за оленем гнался Гав-гав, слышали? Или это он меня испугался Так издалека Да что-то как он слишком Меня издалека испугался Ага, вон он Так, давай-то вот В незынку В незынку Давай так вот В незынку Незынка Незынка Дай воды Написать Ай Продавцы полосатых палок А Ну разжигай Пойдем дальше Сходим Тут пока пусть это Костер горит А сердце плачет Не, ну как костер горит А сердце плачет Тут же надо волка разделать Это вечная необходимость Жрать что-то О, а там вон кто и стоит Алендур Это тебя волк туда загнал, да? А ты же ж паразит Загнал тебя куда? На верха На вегакатугу загнал Ты че его на вегакатугу загнал? Ага, холодно, ты видишь? Недостаточно Зелени Вот так вот Слушай, я все палки У меня одна осталась Одна осталась Ноль Красный Эх, красный ноль Мороз Красный ноль Ну пошли Вообще я как бы вышел Палок пособирать В результате я их все сжег У волка Мороз Красный ноль Вот тебе красный ноль Ой, смотри Тут сколько веток Я еще их себе буду рубить Будешь, будешь Они правда все кедровые Ну ничего Кедровые тоже годятся Ладно Вот это бы ветер бы Ветер бы Ветер бы Утих бы Ветер Так, хватит бегать Пешком ходи Так, товарищ волк У костра уже стало тепло Мы положим, конечно же, все Просто чтобы я побыстрее Отогрелся Так, товарищ волк А у вас мяса немного, да? Угу Немногочисленные, понимаешь ли, мясо А какая же температура? Плюс 10 А что так медленно отогреваемся? Вроде плюс 10 Так, это кусок 820 грамм Так, что я себе могу сделать Что мне сейчас для сугрева Есть кора березовая? Ой, есть Отлично А еще есть кора березовая? Нету А что есть? Есть очищенные желуди Желудя, значит, очищенные А что, все Коры березовой больше нету? Она еще никак не остынет? Не, мы давай корой поразвлекаемся Мы ее сейчас подогреем еще раз Так, смотри Здесь волчатины у нас Надо так с собой, Шурик, сделать Похитрее Похитрее хрен получится Слушай, их факелат всякие хорошие Достаются-то Похитрее вот так, смотри Так, 42 минуты Надо, чтобы костру осталось гореть Минут 30 с копейками А я уйду и брошу ее Чтобы около нее не ждать 36 39 Ну, я думаю, так точно доготовится Ну, скорее всего, да Ну, если не доготовится Ну, и хрен грится С ним бы плавал Я надеюсь, доготовится Просто, чтобы не сгорело Понял, да? Чтобы не сгорело А я пойду рубить тут все на свете Ну, не все на свете Вот она, веточка Деточка Вот тебе веточка Не, не то Это хороший факел Ты его, типа, бережешь Ага А на что? Не знаю На что-то На будущее Так, все Факел погас Далее без факела Далее пользуемся ситуацией Пока не сильно холодно Пока минус 3 Слушай, можно вообще зажечь лампу Пусть горит До талого Она же мне чуть-чуть согревать будет Сколько температура? Минус 1 Ну, минус 1 Это нормально Хотя медленно будут замерзать Пусть лампа выгорает Я же собираюсь на долгую рыбалку Вот Я там какое-то количество топлива-то заполучу, да? Ну, вроде как, да Не, чтобы она совсем выгорала Тоже нельзя А то, как я буду ходить по этому Почему? По помешению Ну, не знаю, как ты будешь ходить По помешению Что там с лампой? Так, все Лампу гасим Пошли вон к тем кедровым веткам Лампу плюс 3 градуса должна давать Вот смотри Сейчас минус 3 Лампу гасим Должно быть минус 6 Проверяем Нет, все равно минус 3 Так, то есть она не греет, да? Минус 4 А, ну не сразу, типа, остывает Или это багуля какая-то Или это опять гребаная ламповая багуля Что она хрен дает с угрева Ой, возможно и то, и другое Можно без хлеба Опа-на А вот тут уже резкое переохлаждение Как вам такое? Нормально нам такое Мы к такому привыкшие Сейчас идем глядим Что там насчет мяса Приготовилось оно или нет И баньки Восстановительные Производим Так, эти факела я возьму Я их все Сейчас превращу в палки Мясо приготовилось Вот и все Что и требовалось Доказат Так, сколько же я тут с тобой дровишек-то раздобыл, а? 12 кедровых дрын Неплохо Ну, сейчас я их отницу Сутрица И еще пойдем Порубим Где? А вот там за домиком Пойдем палок пособираем Там палок Мы собираем палки И будем провожать папу Там много должно быть Палок Только сейчас надо одежду проверить А уж больно Быстро она портится В последнее время Так, одежда, говоришь? Ага Ну, это не мое Не мое испорчено Не я испортил Это не я испортил Это испортилось до меня Ну, пока пойдет Портки там, правда, дрищовские Но Че их чинить раньше Времени у нас же с тканью напряг Ой, напряг вообще Вообще напряг с тканью Прям-таки не знаю, что делать Такой напряг Напрыжение такое Так, 10 часиков Спим-с Угу И проснулся я Получается Темно Темно еще А нам темно еще Не катит Вообще не катит Тогда будем поджидать Вода нужна Понимаешь ли Организму А вода у нас внизу Ах, только зря ходить Так, вот тут у нас эти валяются Желудя Давай Давай желудя к желудям Эх, пока Перетирать не буду Пока так Поскладываю В смысле Перетирать Для приготовления Этого Кофейку Кофейку Пока не желаем Кофеек Кофеек Какой Кофеек Угу Воду Воду можешь не брать Там около рыбацкого барака Этой воды будет Видимо Невидимо Так Мискота у нас Опять кончилась А там мне кажется Ветер Какой-то сульпазвук Ну я могу в пещере Если что Переждать А какой у меня Навык рыболовных Эффектов Рыбалка На льду Мг Третий К четвертому Приближается Мда Мда Все пятый Кроме рыбалки Из прокачиваемых Навыков Все пятый Кроме рыбалки Ну а те навыки Они же на незваном госте Тут с трудом Качаются Так Вот тут у нас Крольчатина Непонятного цвета Непонятная Цветовая Гамма У крольчатины Фиговая погода Привез в пещере Отлежаться Чуть-чуть Минус 27 градусов Я не знаю Я не знаю Если мне еще Вот столько Примерно Кедровых Дрын Принести Надолго Этого Хвай Хрен Хрен Его разберет А удочек Сколько у тебя Раз Два Три Четыре Пять Пять удочек Угу А лендер Вон бродит Видишь Вижу Так Дрова Значит Бросить Все Бросить Все Вес Три Четыре Килограмма Почему Так Много Я дрова Чего не Все Выкинул Все Ладно Побежали Потом Будем Разбираться Почему Так Много Ой Какая Погода Ой 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 Что Там Минус 32 Движение Сугубо Наугад Можно В домике Не обязательно В пещеру Знаешь Можно Куда угодно А лишь Бо В тепло Минус 44 А какой Там День Трехсот Восьмидесятый Ага Минус 47 Я думаю Сейчас И минус 50 Нет Пока Еще Минус 47 Нет Пока Все Она Сейчас Одежда Может Намокнет Когда Станет Холоднее Домики У озера Мое Как говорится Паштение Предпаштение Какой Зайдем Давай Глянем Что-то С этой Стороны С этой Стороны Ничего Интересного Пошли В крайний Крайний Левый Есть Что Ломать Или Я тут Уже Все Переломал Ну Руками Нечего Ломать А топорами Есть Что Ломать Но Мы Можем Ломать Мы Можем Спать Ну Там Вроде Как Метет Да И Что Делать Ну Полку Давай Теперь Давай Попробуем Выйти Глянуть Можно Допис Шер Догребстить Ну Метель Там Походу Еще Продолжается Ну Да Надо Пошли В другой Дом Будем Кочевать Из дома В дом Так Здесь Вот Есть Стульчик Можно Изломать Можно Стольчик Изломать Давай Стольчик Изломаем По-моему Кончился Ветер Значит На улицу Пора Коли Кончился Ну Ка Так Здесь Тоже Волки Бывает Шляются Поэтому Надо Ага Собственно Говоря Он Уже Шляется Тут Он Не то Чтобы Шляются Он Уже Вот Она Так А что Я глядел Сколько Там Волков Пострелял Убитых Волков 213 О Это Юбилейный 213 Волк Веток Много Я их Сейчас Буду Ломать Руками Нужно Что Небудь От Волка От Волка Да Не Ничего Не Нужно А Нафиг Он Не Нужно Пусть Лежит Температура Минус 2 Почти Плюс Нет Ну Все Минус 2 Как Это Почти Плюс Плюс Это Плюс А Вот Минус 6 Все Хорошо Хорошо Пошли Греться Сейчас Часик Посплю Не знаю Какая там погода Будет Можно выйти Еще что-нибудь Порубить Сколько 20 дней Костер Нет 20 дней 480 Вроде 440 Часов Офигеть Пошли вот эти дрова Кедровые Рубать Полный Конечно Температура Минус 5 Ну и Придется Греться Идти Мне кажется Я тогда Еще и Угля Сюда Притаскивал Когда я Такой Длинный Костер Делал Нет Ну Сейчас Конечно Без Угля Тоже Много Всего Сейчас Дров Можно Набрать Эй А вход Где А вход Где Текс Ну Понятное Дело Тут Вот Уже Все Тоже Видишь Перерубанное Почему Вот Этому Нельзя Коробченку Рубануть Жалкую Коробченку Нельзя Рубануть Хотя Рубануть Это Топор Изнашивается Лучше Рубить Что-то Серьезное Чем По-моему С аппарата Снимается Одинаково А это Что такое Лежит Ага Растворитель По ней Ты глянь Спрятался А я его За первым разом Не заметил Слушай В пещере Возможно Есть еда Возможно Это пока не точно Это не точно Но возможно Она там есть А возможно Ее там Нет Слушай Ну мне же Не обязательно Костер На 400 Часов Я и так Уже Дров набрал Дофига Ну в принципе Да Я согласен Мне не обязательно 400 Часов И так Неплохо Вполне Так Тут у меня Какие-то Всплывающие Окошки Не знаю ХБС Будет записывать Или нет С этого С Юбисофтовского Этого Как его зовут Приложения У меня дети Фар Край Значит играли Значит со Фар Край Играли Или какие-то другие Игры Юбисофские Раз запущено Раз запущено Говорит Никогда так не мерзло Слушай Ты мне скажи Тут вода есть Какая-то Еда Женщины Так Еда какая-то Есть А это Увеличилку Уже не добивает Я тебя понял Ну еды здесь мало Зато есть кишочки Высохшие Неизвестно на кой хрен Я сейчас скажу И неизвестно чьи Ну и неизвестно чьи Они не подписаны Я не знаю чьи-то Вот же ж хрень-то Какая Не знаю чьи-то Вот здесь еще много Всяких дров Там и прочего Можно попробовать Порубить Если погода будет ясной Будет рубиться Если погода будет хреновая Скажет иди в задницу Александр Обидно конечно Когда почти дорубило Те говорят Иди в задницу Но тут уж Ничего не поделаешь Сейчас мы тут еще Пособираем немножко Пострадаем К переохлаждению Себя Поприближаем Ладно С утра пойду на рыбалку Хватит мне дров Кедровых скоков Ну сейчас поглядим Там было 12 Это из последнего Что-то приносил До этого Там все ящики Там забиты Между прочим Ну там ящики Конечно небольшие Поэтому Вот это вот заявление Все ящики О Еще окунь есть Вот это вот заявление Что все ящики забиты Это не значит Что там прям Обожраться Нет не обожраться Обожраться это про окунь Оно обжарится 58 палок И всего лишь 9 9 всего лишь Дрым Немного Конечно Тик Значит Чуть-чуть подождем Помотаем время Подогреваемся 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 Ну а теперь спать Ну и конечно хорошо бы Если с утра была такая погода Чтобы я мог от увеличительного стекла Что-нибудь Подзажечь Но пока от увеличительного стекла Ты хрен подожгешь А тогда я пойду Да Погода фиговенькая Так спальник взял Температура Минус 15 градусов Ну я щекну какую-нибудь мелочь поломать И понаблюдать за Солнцем Мелочь Ну да Вот такую Мне кажется Не будет ничего такого На солнце похожего Вот мы еще посмотрим Кто из нас с ошибками Как говорил Фокс Ну да Пойдем Пожертвуем спичкой А есть чем жертвовать? Да и есть Спичка там у тебя Вон полный стол Ну да Ой смотри Раз волк Два волк Три волк Поискок волк Ходит И метель Как раз Разбушевался Но ветер в спину Подгоняет меня Так А там Три волк Ходит Ну пусть ходит Но мне кажется С этими дровами Что есть Я тут уже могу Дней на 10 А там глядишь Это днины больше До 400 дня Будем тянуть костер Да Там уже наверное 381 381 Будем тянуть До 400 А дальше Видно будет Так Канистра Заправляться будет Но это конечно Рыба какая то Будет ловиться Ну да Ну да Ой слушай Ты еще факел Забыл перетереть Айяяяяяяяяяяй Забиль, Масаракш Так, от этой Она зажигается со стопроцентной Эффективностью Так что разжигаем Ой, сейчас факелы Перетирать буду, а то я про них забыл Так, костер у меня там 100 часов с копейками 114, да? Вот, смотри, 64 палочки Они влезают полностью сейчас? Нет, не влезают 60 палочек у тебя сейчас на полный костер На твоем уровне разведения огня 60 палочек, чтобы было тебе полный, так сказать, напиханным Типа на 12 часов Или там на 11,5 Но гореть на самом деле он будет чуть ли не в 2 раза больше А то, может, и в 3 Ну, можно от нечего делать Поставить воду Вот почему еще такой большой вес А я думаю, что там так много Вроде не так много дров А там за 45 кг А тут эти факелы разрушены Они же весят, как не разрушены Тоже 300 грамм А 10 таких факелов Это 3 кг Шутка ли 3 кг А сейчас будете дивиться Как рыба будет у меня ловиться Сейчас ты будешь удивиться Удивиться Дивиться, как рыба не ловиться Ой, вообще будет не ловиться сейчас Очень не ловиться Так, риск перехлаждения Вылечен Только что был Это тоже взломать 4 факела Ну, ладно Это же 40% Пусть остаются Так, ну что Начинаем Подготовку Может быть продолжительной А может быть и нет Рыбалки Рыбалка-то будет продолжительной Вот успешность ее Это дел 10 А от уровня рыбалки Частота пойманной рыбы Не зависит Зависит только то, как Быстро или нет Рвется твоя удочка Давай попробуем по 3 часа Шанс порвать удочки И Вес рыбы Возрастает Шанс того, что удочка меньше рвется И шанс того, что рыбы больше весят Пойманной Вот и все Частота пойманной рыбы То есть, ну, то есть Успех Скорость В общем Что-то типа за час 5 рыб поймал И на это уровень рыбалки Не влияет Не влияет Ну, как видишь Сейчас я какую-то писюну Писюнютину поймал Ну, вот 4.60 Вроде так нормально Но Пока на этом все Радует большое количество дров Которые имеются в запасе Не лезет Ну, не лезет И не надо Ну, продолжаем Что там? Сейчас удочка порвется Вот, смотри Я прям чую Чую, что сейчас порвется Сейчас скажет Клюет и порвет удочку Не, она ничего не скажет Она вон будет 3 часа ловить Микросига Да, уж улучшили Так улучшили В рыбалку Спасибо вам, товарищи Микерлендовцы Лучше рыбалки Просто у меня не было Та лучшая рыбалка Мы, говорит Изменим Систему рыбной ловли И чем вы ее измените? А мы сделаем так Что на незваном госте Не ловится Ну и вопрос Нахрена Козе баян Чем вам помешал Незваный гость? Кто тут рыбой Объедался И жаловался Что объедается Ладно Терпим Ловим Сигулек Давай попробуем Может еще кто попадется Не, не попадется Тут видишь Тут не получается Поймать рыбу Очередную Пока та жарится Вот нет такого Нет такого Размаха Понимаешь, да? Размаха нет Все рыбу Понадкусал Ну давай Вот это вот Доем Рыба Она тяжелая А калорий в ней Относительно Этого веса Мало Нет никто Тогда попробуем Три часа А, это все Без разницы Это все Дело случая А вот случай Что-то не хочет Мне рыбу выдавать Выдал Каких-то кунев Мне все мелких дают Что такое Три килограмма Где эти знаменитые Окуни под шесть Под шесть КГ Где окуня Я спать собрался А тут рыба Начала клевать Да Смотри Действительно Начала клевать Ближ ко сну Там уже и пить надо Так Рыбку можно Повыбрасывать Повыбрасываем Андрома пособирать Пособираем Так Что там у нас Восемь часов Ну вот вам палочек Вот вам рыбов Вот нам проруби Все Можно Бай Так Сколько там было В канистре 190 миллилитров По-моему Еще пол-литра Даже не насобирал Так а что сиги Там сигов Хрен Насобираешь Спать Окей Так Ну сейчас Ну сейчас Давай попробуем После того Как отдохнувши Будем Половимши Древесина Древесина Кедровые дрова Дровы не лезут Палочки лезут Так Это я что тут Сутки проторчал Да Или Сколько я проторчал Ладно Сколько проторчал Сколько проторчал Давайте Попробуем Ломить Ну так Вроде Лучше стало Ловиться Вдруг Что-то Я тебя понял Лучше было Недолго Когда там уже Будет следующий Уровень Четвертый Когда мы Перешагнем Этот третий Уровень Четвертый Может получше Будет ловиться Может быть А может быть И нет Слушай Трехсот Восьмидесятый День А нет Это к пятому Уровень Приближайся Наоборот У тебя четвертый Триста восемьдесят Третий День Нету пятого Уровень До сих пор Да раньше Пятый уровень Рыбалки Там где-то Гоню Сто пятьдесят Ну было А почему Потому что Сейчас рыба Плохо ловится Вот она и Соответственный Навык Не прокачивается Рыба Это хреново Ловится Да Раньше Это ну Точно Не до трехсот Такого Почти четырехсот Дня Не было Такого Никогда Такого Не было И вот опять Все равно Как-то Неохотно Рыба Ловится Ой А оконь То какой Дрещовский На двадцать Три минуты Что это Там за оконь Было Что это За Карась Да И что Пол-литра До сих пор Не набрал Ну а сейчас Пол-литра Набрал Набрал Есть Пол-литра Хорошо Так Кедровые Пошли Дрова В активной Понимаешь ли Зан Этот Затоп Так А сколько Мне до пятого Уровня Еще рыбу Ловить Там Оконь 273 Ну Опять Какая-то Фигня Ну Оконь на Два Килограмма Это Вообще Это Это Смех А не Оконь За Три часа Не единой Поклевки Ну Что Это Так Так Этот Оконь Побольше На 38 Минуток Ах Воды Надо было Попить Сейчас Попьешь Да Так Одну Канистру Будешь Набирать Хрен Знает Сколько Времени Так 29 Пускай Так Ну Вроде Запас По рыбе Небольшой Сделан Да Небольшой А для Для Чего У меня Запас Да И Особнее Для Чего Я Думал Просто Для Лампы Там Канистру Набрать Чтоб Потом Лампу Заправлять Вот Набрал Все Опять Надо спать Ложиться Хорошо Набрал 0 79 Даже Литра Нету Еще А рыбачу Тут Чуть Ли Третий День Можно Персонаж Спать Укладывать Хорошо Это мы И Сделаем С Радостью Пусть Дрыхнет Так Гришь 114 Часов Слушай 114 Часов Это Тоже Больше Больше Пяти Суток А Нет Пять суток Это 120 Часов Это Тоже Нормально Ну Ладно Сейчас Тут В любом Случа Будут Сидеть Пока Не Пережарю Всю Рыбу Не Пока Не Пережарю Все Дрова Так Вот Они 12 Кедровых Дрын Это Пока Еще То Что Так Сказ На Улице Не Сожжено А Потом Будем Жечь То Что У нас Лежит В Тумбошке А В Тумбошке У нас Много Всего Лежит Там Там Был Какой Трехсот Восьмидесятый День Когда Я тут Ходил Какие-то Те Там Собирал Дрова Собирал Так Ловим По Три Часа О Все Мастер И что же нам гласит этот уровень мастеризма Получил я этот уровень мастеризма Рыбацкий мастеризм На 384 день А гласит он Гласит он Вы настоящий мастер рыбной ловли Едва вы вырубаете прорубь Рыба сама прыгает к вам в руки Вы ловите рыбу крупнее, чаще и быстрее А, все-таки чаще ловите Смотри, чаще Ловите чаще Бонус К среднему весу Время рыбалки сокращается Да, слушайте Тут написано, что ловите чаще Написано, что ловлю чаще Ну, прошу Давай поглядим, как я чаще ловлю Давай поглядим Что за чаще Ммм Действительно чаще Ты смотри Действительно чаще Ага, все Чаще кончилось Я тебя понял А леска все равно рвется Шанс порвать леску Один процент Понятно, да? То есть леска-то все равно Да я помню На пятом уровне рвется Или редко, конечно Но рвется Рвется, рвется Ой Отмену нажал Включай на ма Редко Но рвется В канистре литр есть уже? Нету Это какой-то писец Третий день А литра нету Так, буржуйчка Вот и кедровые дрови Товарищ буржуйчка Слушай, а что нет двухместных буржуйок? А почему буржуйки одноместные? Ну, в смысле на... Так Вот, 5,66 Это другое дело Вот, 5,66 Это уже сейчас сразу пол-пол... Хотел сказать пол-канистры наполнится Ну, не наполнится, конечно, пол-канистры Но нормально так будет Грамм эдак 180 выдаст нам Мы еще посмотрим Точнее, миллилитров Мы еще посмотрим Сколько там выдаст Так, сколько? Вот окунь Чего? А что так мало? Они что сделали, что с окуня... Они что сделали, что рыба... Масла меньше с рыбы падает? Я-то думаю Что так... Обычный же грамм 150 С такого падало А с этого сколько? 20 миллилитров Ой, бразь... Титутки канадские Ну, что же это такое? А я думаю Че так медленно наполняется? Так а что бы ему быстро наполняться Если там он... С окуня за 6 килограмм Дают 40 миллилитров Ах, вы ж сволочи, а? Ах, вы ж сволочи! Да Ну, окунь, смотри На 3,70 получился А с него 40 миллилитров Дали топлива Обычно за 100 с таких давали Точно за 100 А с этого сколько дали Сига? 20 Или это скижуча больше? Да, это какая-нибудь Большой рыбы всегда больше давала Я ж помню А, короче Забей Забей Да Ну че там? Литр-то есть уже? Ну, есть Вот Вот в чем улучшение рыбалки Я понял Первое улучшение Рыба хрен ловится Второе улучшение Масло сгулькин хрен А кому мешала Прежняя система? Кто-то сказал Что ему слишком легко играть У него реки масла И горы рыбы Настала на незваном гости Или че вообще? Или как это вообще? Или зачем это? Вот Теперь, чтобы добыть масло Заколебешься Рыбу ловить Ну что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что-то я не заметил Что-то у меня много Так у нейт попалось Жирных Шибко Шибко жирных Один вот только За 5 килограмм Был за все время Вот так Мелюзга какая-то По 20 миллилитров И биться сердце Перестало Йогическая Сила Вы ловите рыбу чаще И крупнее А что я ничего не поймал Я чаще и крупнее рыбу ловлю Я рыбу чаще и крупнее ловлю 2.33 Ну допустим Да уж куда чаще Действительно, да уж куда крупнее Так Вот это давай съедим И вот это давай съедим Да Литр 16 Чуть ли не за 3 дня Раньше можно было В испытании Белая мгла Недостающее масло Достаточно быстро добить рыбалкой Теперь наверное рыбалкой там заколебешься Добывать Добивать Или там лучше рыба ловится И больше с нее топлива Да это надо пробовать Я уже давно не пробовал Это испытание белая мгла Там буквально легко Раньше было Масло недостающее добить Пошел Порыбачил Хлобысь Вот тебе масло Угу Теперь пошел Порыбачил Хлобысь Вот тебе Не успел А сколько там надо масла 2,5 литра Или 5 Я что-то не помню Сколько там литров надо Не помню Так Ну погнали Потихонечку Забирать Хотя тут без разницы В какой очередности класть Это Та-дам Это точно А я ловлю рыбы Больше, чаще и крупнее Это я так напоминаю На всякий случай 2,71 Это в какую категорию входит Больше, чаще или крупнее Я просто не понял Так Ха-ха-ха 3,24 Это было Крупнее Ха-ха-ха Еперный театр Охренеть Я даже смотреть не буду Какой там у него вес Мда Больше, чаще и крупнее Можно просто было написать Вы ловите рыбу Точка Пятый уровень Вы ловите рыбу Ну вы как-то ловите рыбу Мы сами не понимаем как Но вы все равно ее как-то ловите Вот мы стараемся Стараемся А вы все равно ее ловите Вот понимаешь Мы все делаем А вы ловите Как так? Почему вы еще до сих пор ее ловите? Да вот сам удивляюсь Три килограмма Еще меньше Чем предыдущий То есть Крупнее Так и прет Не, ну осталось Только окуню поймать Килограмма на полтора И это будет предел крупности Полтора литра Даже не набрал И что-то Какая еще засада Тут еще и масла Стало меньше Выдаваться Я думаю Че такое? Че-то Так я масло Никак не могу набрать Че-то ловлю 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 Его все Нет То и нет А оказывается Ну глянь Тут сколько рыбы С такого количества рыбы Глянь Сколько рыбы И полтора литра Не набралось А я еще сколько съел Не, ну это какая-то Удивление Какое Ах Удивление Какое Ах Удивительно Как Вы ловите рыбы Больше, чаще И крупнее Ой Забыл поглядеть Какой размер У этого окуня Ща поглядим Так У этого окуня Размер Хо-хо-хо-хо-хо-хо А почему Они все меньше И меньше Мне попадаются Обещали Обратный процесс Хе-хе-хе. Ну все Полтора килограммового окуня Я жду тебя Я жду тебя Ты мой кумир Че Не будет Полтора килограммового окуня Странно А я думал Будет хепперный театр больше чаще и крупнее по 2.54 я вон строго ловлю предыдущий был 2.54 этот 2.54 ох, аж так отмену нажал ну давай хотя бы воды и себе натоплю воды много не бывает вы ловите рыбы больше чаще и ловите ловлю ловлю, 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 ловлю и не поймал, ты понял, да? Джо, не поймал и не поймал даже я рыбу-то ну давай 3 часа зарядим больше чаще крупнее о, сиянье давно, кстати, его не было говорят упорные слухи ходят, что в сиянье лучше рыба ловится давайте поглядим как она лучше ловится в сиянии не, у меня лучше не будет у меня сказали ловится не лучше не лучшим образом ловится у меня рыба в сиянии так 4.23 ну это какой-то вдруг большой окунь мне попался даже я удивлен так 4.48 ну да, чуть-чуть получше вроде окунье чаще попадается попадалось в итоге у меня на удочку порвало таки попал я в 1% шанс чтоб не расслаблялся ладно на давай еще больше чаще и крупнее а все, сиянье кончилось 5.44 так ну сейчас я немножко пережарю и пойдем баеньки сколько там с окунем 40 миллилитров то есть что, независимо от веса окуня дают 40 миллилитров о, брат это сложненько а с этого окуня сколько? ага, я понял то есть с любого окуня дают 40 миллилитров а чешуеть то есть такого варианта, что больше чем 100 тут теперь нету, да? 100 миллилитров хрен дают вон они что сделали какое они нам новшество вели да, я вижу, что я спать хочу ну да, я рыбу всю пережарю тем более новые все равно не ловятся пока я старую жарю я вообще ни в какую-то так, все, рыбы нету? нету знать, сейчас спать наверное, я серию на сегодня закруглю сейчас вот поспим и харе так, что ж там под этим? по топливу ой, по топливу вообще жесткач жесткач по топливу а глянь сколько рыбы там вообще наловил ну правильно если по 40 миллилитров давать а по 20 с каждого это получается по 20 миллилитров это сколько надо, чтобы было 2 литра? 200 миллилитров 10 2 литра, 100 сегов надо поймать, чтобы выдала 2 литра 100 сегов! что, точно? ну, 20 миллилитров там же 0,02 ну, правильно 10 это 200 миллилитров 100 сегов 2 литра капец да охренеть да где же я их 100 сегов-то поймаю? их тут сколько лежит-то? ну, ни 100 ни хрена да хотя и 2 литров нету ну и получается 100 сегов или 50 куней, чтобы было 2 литра 50 аркунянов. Ну и вот я набрался всего 164, то есть литр 640. Мда. Вот это здорово! Я вам так скажу. Вот это здорово. А когда так успела измениться рыбалка-то? До неузнаваемой неузнаваемости. Так, тут уголь остался. Тут что у нас есть? Когда она настолько до неузнаваемой неузнаваемости изменилась все у нас? Что нам теперь не рыбу половить? Не топливо пособирать! Да, это какой-то рыбо-топливный кризис. Так, что ж там у нас с самым долгим костром? Во-первых, с днями. 387 дней прожито. Самый долгий костер был 114 вроде, да? 132. Так, самый долгий костер я немножко перебил. Ну, до 400 мне, конечно, явно далеко. Явно! Так, а как бы нам с тобой сохраниться-то? Как бы нам с тобой сохраниться-то? Тут, как говорится, было бы неплохо хотя бы 2 литра набрать в эту канистру. О, что там про 4-то зарекаться. Бы 2 набрать. Да, ты видишь, как она прекрасно ловится, рыба-то. Она мало того, что робит, ловится офигенно, так мне еще и масло теперь до пупа. Просто обзаправляться. Ох, я уже собирался отмену нажать. А тут какой-то аракунянчик выскочил, из которого мне дало. Это же был очень большой аракунян. Все равно 0,40. А он почти 4 килограмма. Я понял. То есть, с окуня в любом случае 0,40. Раньше от рыбы была пропорциональность, а теперь нет пропорциональности. Сига 0,002, а с окуня 0,04. Вот такие вот дела, Шурик. Никакой пропорциональности. Забудь ты про это слово. Никаких пропорций. Странно. А почему вдруг отменили старую добрую пропорциональность? Что, сочли, что это межрыбный шовинизм? Это ущемляет права рыб? БЛ ФИШ? Это, понимаешь, рыбьи жизни важны? Что это вообще такое? Я не пойму. Что это за... Нет, нет, там не БЛ ФИШ, а ФИШ ЛАЙФ МЕТАРС ФЛМ РЫБНЫЕ ЖИЗНИ ВАЖНЫМ. Ну, только не жизни, тут как-то с весом всё это связано. Да муть какая-то. ФИШ ЛАЙФ МЕТАРС ОХ, МЕТАРС ОХ, ПАРАЗИТЫ ОХ, ТРАВАКУРЫ ОХ, ТРАВАКУРЫ КАПЕЦ КАКОЙ ТРАВАКУРВА Я вот так бы сказал. Как говорят наши товарищи, местами друзья, местами не другие поляки. ТРАВАКУРВА ЛАДНО, НА ЭТРАЙ ТРАВАКУРВАВСКОЙ НОТЕ Мы с вами прощаемся. ПРОВИДЕНИЮ припоручаю вас, дети мои, и заклядаю, остерегайся выходить на балу в ночное время, когда силы зла властуют безраздельно. Спасибо, кончено.